МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Чем ближе к выборам, тем интереснее становятся новости из территориальных избиркомов. 14 сентября мы с вами, наравне с жителями всей Мурманской области, будем выбирать губернатора. Это выборы регионального уровня. Но, кроме того, в Апатитах пройдут дополнительные выборы депутата Мурманской областной думы 5-го созыва по Апатитскому одномандатному избирательному округу номер 15, а также выборы в Апатитский городской совет депутатов. Избирательная кампания уже в разгаре. Стартовала она еще месяц назад. Кандидаты на пост губернатора и депутата областной думы уже зарегистрированы. А буквально 4 августа Апатитская избирательная комиссия завершила прием заявлений от потенциальных кандидатов в депутаты городского совета. О своем желании баллотироваться в качестве кандидата в выборах парламента нынешнего созыва заявило 84 претендента. В среднем по 4 кандидата на одно место. Сколько из них пройдет этап регистрации, пока не ясно. Кого допустить к выборам, а кому отказать, ТИК должна решить до 14 августа. 14 августа уже будет перед нами полный список зарегистрированных кандидатов. Не факт, что из всех выдвинутых 84 человек все будут зарегистрированы, потому что есть отдельные кандидаты, к которым есть вопросы в части оформления документов, в части оформления подписных листов. И сейчас у комиссии избирательной именно такой период, когда она сидит, смотрит документы кандидатов, проверяет их на соответствие закону. Пока фильтр избиркома прошли только 36 кандидатов из 84. И отказали в регистрации, опять же, пока только одному кандидату. Понятно, что проще всего пройти этот этап будет претендентом от партии. Тем не менее, не могу не отметить, что с каждым годом избирательное законодательство становится лояльнее. И для самовыдвиженцев сегодня тоже установлены далеко не заоблачные документальные барьеры. Например, каждому кандидату необходимо было собрать всего-то 12, максимум 16 подписей в свою поддержку. И удивительно, но даже с этим не все справились. Суть заключается в том, чтобы подписной лист, форма которого установлена федеральным законом, заполнялся правильно, заполнялся честно, заполнялся самими избирателями. Именно теми людьми, которые отдают свои, по сути, голоса, свои подписи в поддержку выдвижения того или другого кандидата. Самое важное в подписном еще листе, чтобы подпись и дату внесения этой подписи избиратель поставил лично. Это очень важный момент, потому что у нас имеются подписные листы кандидатов, где комиссии установлено, уже явно установлено, что эти подписи сделаны одной рукой. Я считаю, что это неуважение, в первую очередь, к людям, неуважение к избирателям. Из самовыдвиженцев, а их 39, к сегодняшнему дню зарегистрированы всего 7 кандидатов. Среди них люди с разным социальным статусом, от безработного до генерального директора. И это нормально. А вот партийный расклад сил, надо сказать, меня озадачил. Очень похоже, что в этом году коммунисты в выборах участвуют чисто номинально, а значит, на создание влиятельной фракции в Совете даже не претендуют. От КПРФ выдвинуто всего 6 кандидатов. ЛДПР выдвинули 7, «Справедливая Россия» 8, «Яблоко» только 2. Ну а «Единая Россия» отправила на предстоящие выборы 20 кандидатов. То есть ровно столько, сколько всего мест в апатитском парламенте. Причем среди них и депутаты пока еще действующего совета. А вот скандально известный владелец двух «Апатит и комфортов» Василий Пимин участвовать в выборах не будет, то есть не должен. Он был первым, кто заявился кандидатом в депутаты Мурманской областной думы, но 19 июля в регистрации ему было отказано. И теперь господин Пимин пытается обжаловать решение избиркома в суде. Хотя, по мнению членов ТИКа, с его стороны это совершенно безнадежная затея. Безусловно, мы отстаиваем свою позицию и считаем, что мы приняли правильное решение, что других оснований, законных оснований в регистрации кандидата Пимина у нас просто не было. Поскольку подписи, более 10% его подписей из подписных листов, которые были отобраны для проверки, они являются недействительными, что подтверждается документами, справками, в том числе справками из Управления Федеральной миграционной службы по городу Апатиты. Речь идет о том, что сведения, которые внесены в подписной лист в части регистрации граждан, в части их паспортных данных, они не соответствуют действительности. То есть они придуманы или где он их мог взять? Ну, мы не знаем, мы тоже задаем этот вопрос представителю кандидата, но ответ мы пока не получили. Буквально сегодня, 7 августа, состоялось последнее судебное заседание по жалобе Василия Пимина. Суд признал решение Апатитской ТИК правомерным, а претензии избиркома к документам несостоявшегося кандидата более чем обоснованными. Ведь по бумагам-то в поддержку Василия Александровича свои голоса отдавали и те апатитчане, которые уже давно благополучно переехали в Кировск, и что самое ужасное, в подписных листах фигурирует имя человека, который к моменту их оформления уже скончался. А это просто верх цинизма по отношению к избирателям города Апатиты. Галина Владимировна, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, решение суда, которое было озвучено сегодня, ожидаемо? Вы знаете, мы остались довольны решением суда, потому что суд поддержал нашу позицию в отношении нашего решения, которое мы приняли. Оставил наше решение в силе. Это означает, что наше решение было законным. Скажите, пожалуйста, а у господина Пимина есть возможность обжаловать это решение? Конечно, безусловно. Он может его обжаловать в течение пяти дней. Как вы считаете, он будет это делать? Вы знаете, мне сложно сказать за господина Пимина. То есть это его право. Я прошу обратить внимание, речь идет о выборах депутата законодательного органа регионального уровня. Убейте меня, но я уже ничего не понимаю. У нас в стране что, закон избирателен? Или фальсификация документов уже не является уголовным преступлением? Я проверила, 327-я статья из Уголовного кодекса никуда не делась. При этом апатитская ТИК выявила более 30 недействительных подписей в поддержку кандидата Пимина. А миграционная служба это подтвердила. Да, данные устаревшие. Кто-то поменял место жительства, семейное положение, фамилию, паспорт по возрасту. А это значит, что легко можно стоять под вопрос и подлинность самих подписей. Так почему правоохранительные и надзорные органы этого не видят? И куда мы с вами докатимся, если у нас, депутатов областной думы, будут выбирать мертвые души? Не сегодня-завтра в Кировске закончится один из показательных судебных процессов между собственниками жилья и коммунальщиками. Кировчане пытаются доказать, что они не голосовали за переход на непосредственную форму управления в их многоквартирном доме и вернутся под крыло управляющей компании. И это не сутяжничество. Непосредственная форма управления домом – один из самых передовых и перспективных способов распоряжения общим имуществом собственников. Но этот способ хорош только в одном случае – если сами собственники единодушны в том, что хозяйничать в своем доме они смогут сами, и никакая управляющая компания им ни к чему. Есть только одно «но». Согласитесь, такое удивительное согласие между соседями в пятиэтажном доме, где как минимум 60 квартир, даже представить сложно. Именно поэтому меня лично нисколько не озадачила одна из поправок Жилищный кодекс, который вводит новый 255-й федеральный закон, что был опубликован в российской газете буквально на днях. Суть этой поправки в том, что непосредственная форма управления многоквартирным домом возможно только там, где количество квартир не превышает магическую цифру 16. А таких компактных жилых домов в Кировскопатицком районе очень мало и невольно возникает вопрос. Теперь что? Все дома с непосредственной формой управления вне закона? Кстати, в этом 255-м законе определен еще принципиально новый подход к финансовой ответственности нанимателей муниципального жилья, а также введен новый, 10-й раздел о лицензировании управляющих компаний. Часть статей этого закона вступает в силу уже с 1 сентября, вторая часть начнет действовать с нового года. А вот комментировать законодательные новшества пока еще никто не готов. Ни от коммунальщиков, ни от городских властей. Но мы очень надеемся, что смельчаки, способные расшифровать обновленный жилищный кодекс, в ближайшее время все-таки найдутся. А пока я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Увидимся сквозь призму в следующий четверг на канале Народного телевидения Хибины.